Приветствую вас на первом циничном канале и тема нашего сегодняшнего сюжета эпидемия ВИЧ и СПИД в России. В конце прошлого 2016 года во многих средствах массовой информации прошли сюжеты о том, что количество заболевших ВИЧ и СПИД в России превысило те цифры, когда можно говорить об эпидемии в рамках целой страны. В 10, а по некоторым данным в 20 регионах ситуация катастрофическая. В первой области это Екатеринбург и соседние местности. Информация, на первый взгляд, выглядит не только шокирующей, но и удивительной. Особенно в свете того, что говорилось и делалось в последние годы или даже, может быть, десятилетия последние. Это, в первую очередь, работа по созданию так называемых духовных скреп российского общества. Скреп, основанных на христианстве и, в частности, на православии. Но, если разобраться, копнуть глубже, то никакого противоречия на самом деле нет. Создавая духовные скрепы, авторы забыли главное, забыли обратиться к первоисточнику, к Евангелию, в котором, в числе прочего, есть такие слова, немножко недословно, может быть, соринку в глазу брата своего видишь, а бревно в своем глазу не видишь. Сначала вынь бревно из своего глаза и поймешь, как вынуть соринку из глаза брата твоего. У нас ситуация аналогичная. Сейчас очень много говорится о загнивающей Европе, ну, как, собственно, и раньше они говорили. Там однополые ценности, там ценности потребления, а Россия вот такой некий оплот духовности, некий светоч миру, соль земли. Здесь все лучше значительно. И вот после всей этой говорильни вдруг, бац, эпидемия заболевания, которая передается главным образом через наркоманию и беспорядочные половые связи. Своеобразно. Особенно на фоне того, что в Европе заболеваемость ВИЧ и СПИДом сокращается. Вот в этой вот самой загнивающей Европе. Вы знаете, путешествую по Европе достаточно много, никаких однополых товарищей я там не встречал. Ну, они есть, несомненно, они везде есть. Там действительно принимаются законы в их пользу. Ну, вот глобально, чтобы прямо вот вы вышли на улицу, там, не знаю, Парижа, а они кругом, нет, такого нет. За все время, сколько за рубежом мне доводилось бывать, ну, один раз вот я действительно столкнулся с ситуацией такой ужасной в Турции, кстати говоря. Но это были европейцы. Приехали с женой в Турцию, в отель в один. Жена первая заподозрила. Ходят два мальчика как-то очень странно. Но она говорит, ну, это они? Я посмотрел, говорю, да почему они? Ну, мало ли, ребята выпить решили вместе. Почему сразу они-то? Не они. А потом смотрю, да, действительно, там за ручку держатся, чуть ли не обнимаются. Вот. Ну да, выглядит это жутко на самом деле. У меня волосы дыбом стали. Ну и все. Но это единичный случай. Знаете, единично я много чего видел. Но кроме однополых вот этих ценностей, можно же сравнивать духовность еще и по другим основаниям. В России пожилой человек заходит к врачу, и тот ему говорит, о, ты еще не помер. Я думал, ты уж помер, а ты еще ходишь. На один укол, как я в других сюжетах рассказывал, на три укола, извиняюсь, выписывается одна одноразовая иголка. Да много чего. Лично для меня духовность России и Европы, вот таким показателем для сравнения, стал случай на дороге. Собственно, вот, как видите, все сюжеты в машине идут. В Европе как-то раз, в лесу, ну, площадка рядом с лесом, с глухим, в Финляндии в частности, оставил я машину и фары забыл выключить. Разрядился аккумулятор полностью. В Финляндии на английском мало кто понимает, кому обращаешься, кто-то не понимает. Тут же подходят водители сами, не зная английского. Просто вот я им пальцем показал, они кивают, поняли. Нету коннекта, вот этого коннекта у меня нету, клемм. Они сами съездили домой, привезли клеммы и мне помогли завестись. Там же, в Финляндии, стою на стоянке, просто решил переночевать на стоянке. Вечером встал, в машине разложился спать, утром подъезжает машина. А что вы здесь стоите, на русском спрашивают, иммигранты наши. Что вы здесь стоите? Ну, что, отдохнуть решил. А, ну, все, все, извините, а то мы побоялись, может быть, вы поломались, вам помощь нужна. Сами подъезжают, предлагают помощь. В России поломался на машине, отъезжаю на обочину скоростной трассы. Через два ряда останавливается крутейший джип и начинает сигналить периодически. Я рукой показываю, что не надо, не надо, все, сейчас разберусь. Вот, я думал, помощь предлагают. Опять сигналят, подойди, окно открыли. Ну, думаю, ну, неудобно, человек помощь предлагает, я его там посылаю. Ну, подхожу, говорю, все нормально, не надо. Как проехать вот тут, туда-то? Князь, князь, понимаете, едет. Вот, ему откровенно насрать, что там человеку помощь нужна, помощь он не предлагает. Как? Я настолько опешил, что я знал, как проехать, ну, просто говорю, не знаю. Развернулся и ушел. Уже дойдя до машины, думаю, дурак. Знал, тут свалка недалеко есть. Думаю, надо было туда ему показать, где ему место, вместе с его джипом. Это, полигон ТБО, так называемый. Вот, для меня это стало показательным. Как раз показателем духовности в России, которой нету. Но о которой очень много говорится. И вот, собственно, те события, которые сейчас происходят, они, на самом деле, не новые. В то время, как в России очень любили говорить про духовность, это была страна с первым количеством, первое место по количеству абортов, первое место по количеству разводов и много чего другого на первом месте почетном. Здесь действительно много людей, ну, не то чтобы религиозных, но соблюдающих некие религиозные обряды. Но что толку от этого? То есть, да, здесь люди больше всего ходят в храм и больше всего делают абортов. То есть, получается, что здесь больше всего людей, делающих аборты, ходящих в храм. Но толку от таких людей. Не знаю, как можно считать верующие, неверующие. И уж говорить о том, что это какой-то светоч миру, я бы не стал. Поэтому, сегодня, пытаясь разобраться вот с этими явлениями, будь то аборты, будь то эпидемии ВИЧ, нужно как раз опираться на Евангелие. Уж если мы говорим о духовности. И самое главное, не забывать еще один евангельский момент. Это притча о мытаре-фарисее. И что Россия, к сожалению, сейчас очень сильно забывает. Это мытарь и фарисеи оказываются в храме. Один, в частности, мытарь, стоит, бьет себя кулаком в грудь, говорит, господи, милостиво буди мне грешному. А рядом стоит фарисей, смотрит на него и говорит, господи, спасибо, что я не такой вот, как этот мытарь, грешник. Я десятину отдаю и так далее. То есть, я-то духовный. И дальше сказано, что первый вышел оправданным, а второй вышел неоправданным. По крайней мере, там не сказано осужденным, неосужденным, но неоправданным. С Россией то же самое. Если не прекратить вот это вот продвижение русских ценностей, русской весны в таком плане, что все дураки кругом, все кругом загнивает, а мы вот духоносные, куда ни плюнь, в духоносного человека попадешь, тогда так и будет. Тогда будет первое количество по всем негативным показателям. Европа, да, там есть минусы, да, там есть антидуховные явления, но главное, чем она отличается в лучшую сторону от России, они не загоняются. Они не говорят, что они светоч миром. Они живут своей жизнью и все. А Россия постоянно пытается нести какие-то ценности. Но какие ценности она признает и какие ценности она принесет? Опять же, обернемся к Евангелию. По плодам их узнаете их. Есть ли в России духовные ценности? По плодам их узнаете их. Первое место по количеству абортов, эпидемия ВИЧ и СПИД, количество разводов, вот вам и плоды. И именно исходя из этого, нужно понимать примерно свой уровень. И если уж этот уровень таков, то хотя бы каяться в нем, но не загоняться. Не говорить, что это и есть пример для мира. Для той же Украины хотя бы. Почему нет? Что вот сейчас мы, вот они в Европу лезут там к этим заднепривидным ценностям, а мы им сейчас духовные ценности насадим. Какие? Что мы можем дать? Знаете, в той же религии, в том же православии есть такое правило. Не можешь дать больше, чем имеешь. Поэтому священник не может благословить священника, например. Епископ может, а священник нет. Так же и здесь. Не может страна дать духовных ценностей другой стране больше, чем имеет. А духовные ценности выливаются вот в такие плоды в России. Это мы можем дать? Или может быть лучше обратить внимание на себя? И пытаться сейчас не Европу загнивающую там вылечить от загнивания, а здесь что-то сделать? Это первый момент. А второй момент, который нужно помнить, что тоже, кстати говоря, имеет религиозные корни, не переваливать свои грехи на других. Вы знаете, вот любой сельский батюшка, когда вы подойдете к нему на исповедь, если попытается с вами говорить, он вам скажет, не пытайтесь оправдывать грехи. Вот вы говорите, согрешил тем-то, тем-то, тем-то. Вот, и он прав. Он весьма прав в этом отношении. А в России очень любят списывать. То есть, вот не знаю, будет разруха, кто виноват там? Обама, киевская хунта, белогвардейцы в свое время виноваты, мировой империализм, кто угодно, только не мы. Вот этот момент. Он тоже религиозен, но в случае с Аси он антирелигиозен. Вот эти два момента соблюдать, и, может быть, жизнь станет немножко иной. Вот, собственно, и весь краткий обзор на сегодня. Кому интересно, подписывайтесь и ждите новых сюжетов.